Часть 7. Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери. Теперь она, вместе с Иваном Лукичем, нашим бывшим дворовым, седым да зелень стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский, маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная, тонкой кожей, что отец когда-то говорил, вот верно такая была Агарь. Мила она была мне бесконечно. Я любил носить ее на руках, целуя. Я думал, вот и все, что осталось у меня в жизни. И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила маленького черненького мальчика и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила, нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня. А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, сказала она, глядя на ребенка, который на руках у него сосал грудь. Поезжайте, поживите в свое удовольствие. Только одно помните. Если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю. Утоплюсь вот вместе с ним. Я посмотрел на нее. Ей не верить было невозможно. И поник головой, да, а мне ведь всего двадцать шесть лет. Влюбиться, жениться, этого я и представить себе не мог. Но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни. Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так. Проживу осень в деревне. На зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил. Вот опять я дома. А зачем? Вспомнил Натали. И подумал, да, та любовь. Да гроба, которую насмешливо предрекала мне Соня, существует. Только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу. И, сидя на вокзале в Туле, в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму. Еду из Москвы мимо вас. Буду на вашей станции в девять вечера. Позвольте заехать, узнать, как вы поживаете. Она встретила меня на крыльце. Сзади нее светила лампой горничная и с полуулыбкой протянула мне обе руки. Я страшно рада. Как это ни странно, вы еще немного выросли, сказал я, целуя, чувствуя их уже смучением. Я взглянул на нее всю при свете лампы, которая приподняла горничная, и вокруг стекла которой в мягком после дождя воздухе кружились мелкие розовые бабочки. Черные глаза смотрели теперь тверже, уверенней. Вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи. «Да, я все еще расту», — ответила она, грустно улыбаясь. В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник. «Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте. Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?» «Возвращаюсь из Парижа». «Вот как?» «И долго там пробыли?» «Ах, если б я могла поехать куда-нибудь. Но ведь моей девочке всего четвертый год. Вы, говорят, усердно хозяйствуете?» Я выпил рюмку водки, не закусывая, попросил позволения курить. «Ах, пожалуйста». Я закурил и сказал. «Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной. Не обращайте на меня особого внимания. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкость. Ведь все, что было, бельем просло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами. Но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение. Оно теперь бескорыстно и спокойно». Она склонила голову и ресницы к дивной противоположности того и другого. Никогда нельзя было привыкнуть. И лицо ее стало медленно розоветь. «Это совершенно точно», — сказал я бледнее, но крепнущим голосом сам себя уверяю, что говорю правду. «Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятно, простительно, чем прежде. Вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождение по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину всей своей гибелью». «Гибелью? А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то». Она помолчала. «Я видела вас на балу в Воронеже. Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна. «Хотя разве бывает несчастная любовь?» — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. «Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» «Но расскажите мне о себе. Неужели вы навсегда поселились в деревне?» Я с усилием спросил. «Значит, вы тогда меня еще любили?» «Да». Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем. «Это правда, что я слышал, что у вас есть любовь, ребенок?» «Это не любовь, — сказал я, — страшная жалость, нежность, но и только... «Расскажите мне все». И я рассказал все, вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне поехать, пожить в свое удовольствие. И кончил так. «Теперь вы видите, что я всячески погиб». «Полноте», — сказала она, думая что-то свое. «У вас еще вся жизнь впереди, но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя». «Не в браке дело», — сказала я, — «Бог мой, мне жениться». Она в раздумье посмотрела на меня. «Да, да». «Как странно. Ваше предсказание сбылось. Мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?» И положила руку на руку мне. Но ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. «На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня. Не идите, постель для вас в павильоне приготовлена». Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня, сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. Я сел у раскрытого окна в кресле возле постели, стал курить, думая, напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок. Напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы. Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь, еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали в разных местах села первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно. И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто-блестевшем, подошла к окну тоже так таинственно, неслышанном. Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили. Она, лежа на постели, я стоя на коленях возле и держа ее руку. В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну. Никакой другой страсти, кроме самой восторженной, чистой страсти к тебе во мне уже не было. Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии, тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее, нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу, и на твои колени под ней я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней. Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы? Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала, нет несчастной любви. Ах, это твоя оранжевая распашонка. И вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе. Потом твоя рука в рукаве моей российской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала обрыв, и я бормотал, Натали, Натали. Да, да. А потом ты на балу, такая высокая, такая страшная, в своей уже женской красоте. Как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели. Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица. И вот ты опять со мной, и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко. Разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей? В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова